Спасибо большое. Какие задачи мы здесь определили и решают Ваши задачи? В первую очередь, это за системой поддержки принятия решениями, какие объекты выставляют объекты, с какими параметрами выставляют варианты продажи. Второй вариант – это параболизация знаний, почему те или иные объекты у нас были выиграны, и те или иные были выиграны из них. Каждый из нас поставляет на основе своего опыта, потому что этот объект у нас, скорее всего, будет выиграть. Этот, скорее всего, мы не поддадим. Здесь же нам хотелось бы фармализовать, почему это происходит. Здесь мы построили систему рекомендаций, что изменять в объектах, если это возможно, что изменять по поставляющим тендерам. По технической стеке, я тоже вам скажу, по сценарию взаимодействия системы, как мы это предполагаем с собой. Струдник DGAI задает систему, выбирает, какой объект, который он хочет построить на торги, и указывает параметры тендера – аренда репутажа. Это какой у нас, допустим, срок аренды, если правильно. Система же его ответит, по проценту вероятности успешности включения этого тендера. Также, помимо процента вероятности успешности, система говорит о том, насколько будет изменение цены влияет на проценту вероятности успешности. То есть, по факту, система всего лишь помогает конечным размышлениям сотрудникам. Пока что, на данный момент времени, полностью принять решение на сотрудника, я думаю, это было бы слишком эмилициозно. Тем более за два дня. А каким образом достигается это решение? Система, каким образом, мы сейчас на роботе делали? Во-первых, в первую очередь, как и все другие коллеги, мы взяли Инвест Москва. То есть, там будет более данные больше, более интереснее. Но мы не стали сразу туда рассматривать карты, рассматривать терапии, какие рядом объекты находятся. Потому что работа с данными из Москва была достаточно большая. Их нужно было и преобразовать. Их нужно было очистить. Их нужно было рассматривать. И даже первый раз, когда мы купили первую модель, у нас все хорошо. У нас было 90% вероятности, 90% успешности. Но не все так просто. Оказывается, тендеры, которые ждут долго, они скорее всего не успешны. Ну почему? Потому что этот тендер постоянно продляют, он никому не нужен, потом не успешно. Когда эти данные очистят, когда нам не призывали некоторые параметры. У нас функция, из-за того, господи, показала 0,36. Ну, то есть это достаточно, в принципе, для меня хорошие показатели достигнутые. Это по продаже. Для аренды строилась отдельная модель. Самым интересным моментом, который мы увидели, что влияет на то, будет тендеры, это или не будет тендеры. Портал местности предоставит информацию, сколько раз мы смотрели тот именно тендер, а сколько раз на него зашли. Логично, тендеры, на которые больше всего заходили, он не выиграл. Но, как нам определить, сколько раз будет просмотр тендера, который еще не выстроен. Когда у нас еще одна модель, которая определяла регрессию, и сейчас, сколько будет просмотров по этим параметрам тендера, по этим, как говорили, районам Москвы, сколько будет интересно будет. И, уже в параметрах, которые вы говорили, это описывание моделей подавали, следующие модели, один на аренде, один на продаже, и там уже делались некоторые выводы, что нам такое выводит. По технической степи, мы будем делать дальше. Какие для себя мы видим цели, возможности решения, чем поможет система. Это, конечно же, увеличение фактического успешного контента в отношениях, какие они у нас были выделены, какие они у нас были выделены, какие они у нас не были выделены, они у них увеличены. И уменьшение процентных затрат. Почему? Потому что мы, собственно говоря, будем больше отдавать на рынок, наши процентные затраты должны уменьшиться. Это, в общем-то, и все. Один из комментов, которые мы услышали при общении с вами, Килиоги, это было в том, что ценообразование в некоторых объектах не совсем совсем понятны, не совсем до конца выстрелили. Ты не суеты, и память. Персоналов, как обеспечить беспрепенственное движение людей? Одна из задач мы себе ставили обеспечить, рассказать, почему прошло то или иное ценообразование. Этот ответ, я сейчас не совсем, мне кажется, достигнуто, но это вопрос дела на будущее. С точки зрения взаимодействия я здесь рассказываю совершенно прагматично. Если мы говорим про юридическое взаимодействие, то есть заказчик и исполнитель. Если мы говорим про реализацию продукта, это определенная проектная команда, потому что это не тот проект, который может прививаться конечных специалистов, которые будут по всем операциям. Нам нужно видеть пожарную тревогу, вытяжка. Третья продукта. Первое. Это значение с вашей модели. Мы хотели, кто получит больше качества результатов. Это опыт на том, что производится каких-то типов предположенных арендов, по какому ПЗ. То есть не на все сразу свои возможности. Корректировка моделей и реализация хорошего пользователя профессора. Зачем пользоваться профессором? По поводу работы с другими заказчиками, в первую очередь система пользуется конечным сотрудником. Если он не будет ей пользоваться, система не нужна в принципе. она не у нас никакого прироста, не имеет свой пользы. Заставлять сотрудника пользоваться системой против его воли почти никогда невозможно. Они найдут причину не по скользности. После этого обманная эксплуатация запуска. по интерфейсу мы показываем график возможной успешности в зависимости от цены. Цена дела плюс-минус 10% текущей указанной цены. по тендеру показываем насколько увеличится или уменьшится наша вероятность. Мы показываем рекомендации какие-либо поля на что лучше изменить, что там была, а у нас больше вероятность прочности этого тендера. Сотрудник может принимать решение делать это или не делать в основе своих заключений. Мы всего лишь показываем что будет лучше. И, собственно говоря, процент вероятность отслеживания. По поводу собственно говоря просмотров. Делали систему объектов по каким видам объектов смотрят количество просмотров по районам по сроку аренды. И примерно эти данные в итоге отправлялись конечной модели рекрессии, конечной модели классификации. На тему будет ли это интересно кому-либо для андрей или не будет кому-либо интересно. Собственно говоря, все. Ваши вопросы. Спасибо. А расскажите, пожалуйста, более подробно какого система рекомендуется? Объект в аренду задается или на продажу идет? А в том-то дело, что система по факту не рекомендуется. система говорит, если вы будете в аренду работать, процент успешности скорее всего будет вот такой вот. Если вы будете в продаже выдавать, то процент успешности будет проходить. А как рассчитывается процент успешности? Как рассчитывается процент успешности? В первую очередь строится модель приятности рассказания количества просмотров. На основе регрессии это катпуст, это янный слоголгоритм. Дальше это знание переходит во следующую модель для продажи, другая модель для аренды. Там включает классификатор тот же как буст на основе всех параметров. В том числе туда добираются параметры отношения стоимости квадрата к средней стоимости квадрата. Для этого ERN-румные забрали все данные по месяцу, облили. Туда идет отношение депозитных конечной стоимости цены. Туда идет... Я сейчас могу подсказку, потому что здесь необходимо рассказать, какие самые значимые модели. Давайте. Да. Это… ну, вот, допустим, для нашей модели аренды продажи. Что самое значимое сейчас? Это количество стоимости квадратного метра в принципе правильно. Это отношение стоимости квадратного метра к стоимости квадратного метра на рынке. Это количество просмотров, это один из самых интересных для нас параметров. Это... Это количество просмотров где? — Количество просмотров похожих объектов на исторические данных, получается. — А на каком функции? — Вес Москву. Там у них есть возможность узнать количество просмотров на самом портале и количество просмотров настраиваемых байджетов на других сайтах. — Хорошо, продолжайте. — Собственно говоря, это какой у нас регион, район Москвы точнее. Это депозит при стартбайсе, это я уже говорил, потому что отношение депозита к стартовой цене. Это у нас дальность центра. И дальше я могу долго-долго, еще 48 значений, расчислять до самого минимального. Это я сейчас сказал, самый максимальный, который влияет на входную данную. — А цель использования как у вас определяется? — Цель использования не определяется данным временем. Мы предполагали для цели использования следующее. Во-первых, нам нужны входные данные. Нам нужно, что люди запрашивают, что хотели бы узнать. То есть мы хотели построить некоторую формулу заявки на подбор недвижимости, для которых сотрудниками, на первую очередь, сначала сам приходит, отличаясь от соискателем, а потом подбору деятельности, под открытие одного или иного вида бизнеса, под какой талет. При наборе некоторых данных мы можем уже искать среди всех объектов похожие виды недвижимости, отдельные другими критериями. Я понимаю, эти данные у вас уже есть. Вы немножко отслеживаете, чем занимался бизнес при арене или покупке заводенного объекта. Переформулировать задачу именно под уже готовые данные можно таким образом. Но опять же сейчас это не реализовывалось. А вот предыдущие команды рассказывали, что они, допустим, определяют, что в случае использования пить, к примеру, есть ли там конкуренция. Допустим, если там много кафе, то нет смысла кафе открывать. Если там кафе нету или одна кафешка, то можно три кафе, в принципе, и рассчитать критерность. А почему вы решили это сделать подобным образом? Все просто, точно. Мы решили двигаться не на скопками большими в разные стороны, а медленно. Проще данные МСМОСКОГО. Они совсем не будут быть репрезентативными. Нужно привел к плечосу, просто ложатся простым языком. Там есть самые разные. МСМОСКОГО – это один тип вариантов, или МСМОСКОГО – это другой тип вариантов передается. Когда мы все эти данные в итоге привели в поле минимумно организованному виду, вероятность уже у нас устраивала данная премия. Дальшим шагом это также плановерно. Это следующее. Такое количество бизнесов, наверное, и так далее и тому подобное. То есть не решили сразу не все охватывать. В одном векторе рассматриваемся данные, реализовываем, переводим плановеры. Да, все. Спасибо.